Продолжаем чтение. Продолжаем чтение. Продолжаем чтение. По причине того, что человек уверен в том, что к нему придет что-то дурное. Продолжаем чтение. Продолжаем чтение и какие-то что явления. Почему эти движения происходят? Потому что он понимает, что его должно постигнуть что-то опасное, или какое-то наказание, или что-то, в чем есть ему вред. Когда человек понимает, что что-то из этого постигнет его или его тело, или его здоровье и так далее, то что его сердце начинает, в его сердце появляются различные движения и какие-то явления, так? Вот это называется страхом в арабском языке. Так вот, говорит шех Мухаммад ибн Абдул-Габан-Наджи, то что страх является поклонением и нельзя посвящать его никому, кроме как Всевышнему Аллаху, потому что он сказал, «Халата хафуу махафу не инкунту муминин». И не бойтесь же их, а бойтесь меня одного, то есть кого? Аллаха. Так инкунту муминин, если вы являетесь верующими. В этом доводе или в этом аяте, то что страх кого-либо или от кого-либо, кроме одного Аллаха, запрещен. А то, что страх от одного Аллаха, приказан. Так или нет? Смотри, одно запрещено, одно приказано. Сказал Всевышний Аллах, не бойтесь же их. В этом пришел запрет бояться кого-либо, кроме Аллаха. Правильно или нет? Суммакаль потом сказал, «Вахафу не инкунту мухафу». Но наоборот, меня бойтесь. «Ваза амрум бельхауф мин Аллаха, джалли аля». И это и есть приказ к тому, чтобы человек боялся одного Аллаха. «Вомедам анналах джалли аля амра бельхауф минху». И раз Всевышний Аллах приказал бояться его, «Таинна уязду куалил хауф, изан тарифу алибада». Соответственно, мы можем наложить на страх, что определение поклонения. Понял, да? То есть берем определение поклонения. Что такое поклонение? Поклонение – это любые дела и слова. внешние и что? Внутренние, которых любит Аллах и которыми он доволен. Теперь раз Всевышний Аллах приказывает страх, он это не приказывает, кроме как он хочет, чтобы это случилось, и он этим доволен. Правильно ли нет? Соответственно, страх подходит под рамки чего? Поклонения. И говорит, Ведь если Всевышний Аллах приказал нам бояться его, так от него, то смысл этого в том, что То, что если человек боится его, то Всевышнему это нравится, и Всевышний любит это. Мордыю наиндагу, так? Всевышний доволен этим. И, соответственно, подходит под страх определение поклонению, которое дал кто? То, что поклонение это объединяющее понятие, так? Который объединяет в себе все, что любит Аллах, и всем, чем он доволен. А раз Всевышний Аллах приказал это дело, так? Отсюда выходит то, что Всевышний, значит, любит это. Потому что в своем шариате он приказывает только те вещи, то, что он любит, и то, чем он доволен. Правильно ли нет? То есть не может Всевышний Аллах приказывать в Коране то, что он не любит, или запрещать в Коране то, что он любит. И раз дело приказано, соответственно, он это любит. Исходя из этого, в этом аяте есть довод из второго нашего пути, так? Второй путь приведения довода. Какой? То, что страх, ты обязан уединять Всевышнего Аллаха этим видом поклонения. Здесь Всевышний сказал Смотри, еще к тому же Всевышний сказал «Бойтесь меня, если вы верующие». И сделал так, что человек достигнет веры, только если выполнится условие того, что он боится Всевышнего Аллаха. Понятно ли нет? Если у человека в сердце нет ни капли страха перед Аллахом вообще, то человек не может быть верующим. Если он хочет стать верующим, то Аллах ставит ему условие так, чтобы он боялся Всевышнего Аллаха. Аллах и сказал «Бойтесь меня, если вы верующие». То есть, если вы верующие, то бойтесь же меня. Так или нет? А их не бойтесь. Понятно? И в этом аяте явный довод на то, что человек должен уединять Всевышнего Аллаха в этом виде страха. Но тот страх, в котором ты должен уединять Всевышнего Аллаха, то есть, бояться этим страхом только Аллаха, «Уаман ламюфридилля джалла лабии фаву мушрикун кафир», а тот, который не будет бояться Аллаха этим страхом, станет многобожниками и неверующим, «Хуанну аминану аль хауф», это всего лишь один вид из вида страха. То есть, не любой страх. Есть у страха разные виды, так? У страха есть разные виды. И тот вид страха, который, если ты будешь бояться этим видом, кого-то кроме Аллаха, ты станешь кем? Мушриком, кафиром, так? Многобожником и кем? Кафиром, неверующим. Это всего лишь один вид из разных видов страха. И говорит, «У алейса куллю анваа л хауф, ва гуа хауф ассир». И здесь, говорит, не имеется в виду, что все виды страха подходят под этот аят. Так? А здесь мы, говорит, имеем в виду страх ассир, так? Скрытый страх. Что значит скрытый страх? «У агуа аня хауф агайр Аллах» Это когда человек боится кого-то, кроме Аллаха, «Би ма ла ягдюра алихи илла Аллах». Боится кого-то, кроме Всевышнего Аллаха, в тех делах, в которых не может принести ему вред никто, кроме Аллаха. Понял или нет? Говорит, И этот вид страха называется у ученых «Хауф ассиррин» или «Хауф ассиррин». Так? Страх какой? Скрытый. То есть, имеется в виду, человек боится какого-то предмета без явных причин на то, что ты должен от него бояться. Допустим, что человек боится мертвого в могиле. Мертвый человек в могиле, что тебе может сделать? Ничего не может сделать, абсолютно, так или нет. Но человек его все равно боится. И он боится его в тех делах, в которых нанести вред может только Аллах. Как, например, он боится от этого мертвого, что он навредит его здоровью, или пошлет ему болезнь, или что заберет у него его семью, так? И тому подобные виды несчастья. Он боится от этого мертвого, что если он что-то сделает относительно этого мертвого, дух его придет и навредит ему. Хотя нет никаких явных причин того, чтобы бояться его, потому что мертвый ничем не способен навредить. Правильно или нет? Так вот, таким видом страха, без явных причин, человек не должен бояться никого, кроме Аллаха. Говорит, Это когда человек боится, что постигнет этот, то есть, кого он боится, его чем-либо. То есть, постигнет его этот предмет чем-либо, сам по себе. То есть, он боится, что у себя внутри, в душе, этот боящийся, так? Боится этого предмета в душе. Так же, как боится от Аллаха, так? То, что Всевышний Аллах может постигнуть его разными видами несчастья. Мин Гайри Азбад Захира. Видишь? Без всяких явных причин. Без всяких явных причин. Понял? И один Аллах на это способен. В его руках управление всеми делами. Всевышний посылает людям то, что он захочет из добра. А что хочет из добра, он удержит у себя и не посылает людям. Посылает людям что? Горести и несчастье. И все это без явных причин, которые может знать раб. То есть, человек ходит, ходит, раз заболел. Ходил, ходил, раз умер у него ребенок. Ходил, ходил, допустим, раз родился у него ребенок. Понимаешь? Да, то есть, нет такого, что ты можешь сказать, да, вот из-за этого именно что? Аллах послал мне болеть. То есть, причины разные могут быть. И ты можешь даже не ожидать, и Аллах может послать тебе то или иное. Так? То есть, нету какой-либо вещи, если ты ее сделаешь, ты освободишься от наказания. Так? И говорит, И Всевышний Аллах управляет всеми делами или всеми мирами. У него в руках его власть, и он на все способен. Мы уже читали это, так? А у некоторых вещей, которым постигает тебя Всевышний Аллах, могут быть какие-то причины. Понял, да? Могут быть причины. Ты можешь сказать, да, вот из-за этого, наверное, Всевышнего я наказал. Или, наверное, из-за этого мне дал Всевышний Аллах. Но в общем, если говорить так, то обычно раб не знает конкретных точных причин, почему Всевышний постиг его тем или иным. То есть смотри, один ребенок умирает, ему 3 годика, 5 лет, или грудной, только что родился, умер. Другой до 90 живет, при этом 10 лет может находиться уже в состоянии того, что он мажнун, так, ничего не понимает, и приносит людям только вред. То есть никакой пользы от него нет. Людям приходится что? Смотреть за ним, убирать за ним его, что? Может быть какие-то, как называется? Как это? Нечистота. Нечистота, да, то есть человек не способен ходить в туалет и тому подобное. То есть 10 лет может в таком состоянии жить, и Аллах его в себе не забирает. А этот человек, ему, допустим, 30 лет, в расцвете сил, способен принести пользу народу и способен принести вред народу. Так или нет? Кому-то способен принести вред, а кому-то способен принести пользу. И Всевышний его забирает. Того 90-летнего до сих пор не забирает, держит его жизнь, а этого, что он забирает к себе. Или маленького совсем три годика ничем не виноват, Всевышний его, что забирает к себе. То есть нельзя сказать, что причина этого в этом, а этого в том. Почему? Потому что Всевышний Аллах ввел в руках власть и делает, что захочет. Ясно или нет? Кто делает все эти вещи, говорит? Это кто? Один Всевышний Аллах. Поэтому Всевышний Аллах достоин того, чтобы бояться его этим видом страха. То есть человек должен бояться. И то, что Всевышний Аллах постигнет его чем-либо. И должен постоянно прибегать к Аллах за помощь от этого. И просить, чтобы Аллах освободил его от этих вещей. И говорит? Человек должен бояться Всевышнего Аллаха, чтобы он не постиг его чем-либо из мучений в этой жизни или в следующей. Ясно? Говорит? Вот здесь внимание обратите, не отвлекайте. Говорит, что и многобожники как раз боятся своих божеств вот этим вот видом страха. Смотри. То, что этот божество их так постигнет их. Залика стоит. Или этот их стоит. Так, как говорят, что? Как это стоит? Господин, так? Или этот вали, то есть праведник. Заликаль вали, то есть это праведник. То он постигнет их чем-либо. Точно так же, как Всевышний может постигнуть их чем-либо из этих вещей. И попадает к ним в сердце, говорит, что и левых сердцах страх от этих божеств. Из того же вида страха, которым надлежит бояться от него Аллаха. Ты, говорит, это поймешь. Если, говорит, узнаешь, что те, которые поклоняются могилам, те, которые поклоняются мавзолеям, те, которые поклоняются праведникам, То есть, если ты, например, у него оскорбишь этого праведника, как он считает, что ты его оскорбишь, хотя это не является оскорблением. Если ты скажешь, что этот праведник не способен принести ни пользы, ни вреда, это что, оскорбление или нет? Это не оскорбление, это истина, так, нет здесь никакого оскорбления. Он считает, что ты его оскорбишь, оскорбил, и боится, начинает бояться, что этот, постигнуть тебя за это так, и постигнуть его, если он не будет порицать это порицаемое, как он это считает, что это дело является чем порицаемое. Или если кто-то допустит упущение относительно прав этого умершего человека, понял, да? То есть, если кто-то, например, не справит его день рождения, не принесет ему жертву и так далее, что, или не поставит на его могилу какие-то лампочки, так, и тому подобное, считает, что ты не выполнил права этого у Али, и он постигнет тебя чем-либо. И, говорит, мне рассказали относительно этого одну историю, говорит, один из требующих знаний рассказал мне эту историю. То, что он однажды ехал, говорит, что с одним из таксистов, то есть, таксист, сайр, сайяра, узра. Сайяра, узра, это что? Такси. Сайк, то есть, водитель ее. В городе Танта, известный город, который находится в Мисре. И в этом городе Танта находится могила человека, который зовут Бадавы. И этого Бадавы они, говорит, очень что, возвеличивают. И действительно возвеличивают, что около 8 миллионов человек каждый год собирается на день рождения в этом городе. И не только в этом городе, весь Каир бывает заполнен. Так что ты даже дороги перекрываешь, не способен даже ходить. Однажды я не знал об этом, поехал с утра там в сторону Асхара, короче, так, поехал туда, чтобы книги купить. И выезжал где-то часа три, наверное, не смог выехать, попал там в какую-то пробку. Не то, что выехать, даже пешком не мог проходить. То есть, настолько народу много приехало на этот день рождения этого Бадавы. И его описывают такими качествами, которыми надлежит описывать только одного Аллаха. То есть, описывают его некоторыми такими качествами, которыми нужно описывать только Аллаха. И однажды, что они проезжали в этом городе, что и подошел к нему один маленький мальчик. То есть, среднего возраста. Попросил у этого требующего знания, что милостыню. То есть, подошел к тактиству, то есть, может, стояли или что, попросил, что у него милостыню. Говорит, и этот требующее знание что-то дал ему. То есть, дал сколько-то, так. И говорит, и этот маленький мальчик поклялся на этого студента и сказал, я клянусь тебе, честью Бадавы, то, что ты обязан дать мне больше. Ведь я клянусь тебе, Бадавы, то, что ты должен дать мне больше. И у них был обычай, то есть, у них санте обычай. То, что если кто-то поклянется перед ним подобной клятвой, нельзя это, что? Отвергать эту клятву. Обязательно должен действительно дать больше. Обязательно должен дать. Потому что этот человек боится, что если он не выполнит клятву, то не выполнит право кого? Бадавы, которым поклялись перед ним. И говорит, и сказал ему этот студент, который был из требующих знаний и который был на единобожии. И сказал, дай мне то, что я тебе дал. И этот мальчик дал ему, думал, что он сейчас больше ему дар. И сказал, говорит, думал, побольше дар. Тогда этот требующий знаний забрал у него эти деньги и сказал, из-за того, что ты поклялся мне этим Бадавы, я не дам тебе вообще ничего. Потому что клятва кем-либо, кроме одного сива, является многобожьим. Я говорю, что Шиха, приводит, это всего лишь пример. Это говорит, я просто как пример для вас привяжу, чтобы вам понять не стало, как эти многобожники боятся чего своих божеств. Не для того, что вам, гадинь, какие-то сказки рассказывают. Так, я это рассказываю. Просто эта история хорошо дает тебе понять, что означает хоуфус сир, что значит, что боязнь страха, боязнь, скрытая боязнь, или секретная боязнь. Удухан тамман, как следует поймешь, если ты поймешь эту историю. Саякал-уджра алахуль хоуфи оджихи. И после того, как это произошло, водитель говорит этого, что такси, его лицо наполнило страхом, говорит, сразу. Наполнил страхом. Вама баа саякан вауу якуль. И все это время, как он вел эту машину, он все время повторял. Уссур, 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 уссур. То есть, скрой меня, открой меня, покрой меня, покрой меня. То есть, как бы, что? Прости меня, не наказывай меня за то, что я, как бы, что не порисал этот мункар, который произошел передо мной. И тогда этот требующий знания спросил его. Ты, говорит, с кем сейчас разговариваешь? Кого ты просишь, чтобы он тебя закрыл, покрыл и простил, так? Говорит. Ты, говорит, унизил кого? Бадави. И я, говорит, сейчас обращаюсь к нему. А? Аганта, да, унизил. И я, говорит, сейчас обращаюсь к нему. То есть, молю его, так? Взываю к нему с мольбой. Биан, ясура, чтобы он меня покрыл и простил. А если он меня, говорит, не согласится, как бы, простить и покрыть, то мы заслуживаем того, чтобы он принес нам горик. Понял, да? И говорит. И, говорит, у него сердце был настолько большой страх, так что они, говорит, ехали больше, чем 100 километров. И он не говорит ничего, покрой меня, покрой меня, покрой меня, покрой меня. 100 километров, это сколько? Это примерно больше часа надо ехать. Больше, больше часа ехать. 100 километров, да. Допустим, что пусть час, пусть час, скажем, ехал, что я постоянно повторял это выражение. Якуль, и говорил, фаляму асална, и говорит этот студент, фаляму асална салимина му афин, и когда мы доехали, дожил и здоров и так, ничего с нами не произошло, говорит, то я направился к этому таксисту и сказал, я фаляму асаламта, о, такой-то, ну и где то, что ты обещал, то, что постигнет нас горе. И где то, что ты говорил, то, что это божество, которое вы обожисляете, натворит с нами то-то и то. То есть он, говорит, тяжело вздохнул, в Акалии сказал, асалус саид аль-бадавый халим. Наш, говорит, что? Просто, говорит, наш саид, бадавый, говорит, кроткий, как бы, что, снисходительный, отнесся к нам, снисходительный и не наказал нас. Это, говорит, и есть то положение, когда человек связывает свое сердце с кем-либо, кроме Аллаха. И эти убеждения бывают у этих, кого хурафиин. Хурафа, это что такое хурафа? Это мистика, то есть в голове у человека есть какие-то мистические понятия, так? То, что какой-то мертвый, который ничего не способен, у него в голове появляются мысли, что он способен прийти и навредить ему. Это называется хурафа. И говорит Бывает сердце у тех, которые боятся кого-либо, кроме Аллаха, этим страхом. Смотри, говорит, бадавый мертвый, так лежит в своей могиле. И кто-то говорит, что боится от него. Но что он может послать ему, говорит, какое-то горе в нем самом, или в его машине, или в его имуществе. И это есть страх, как бы тайный, без явных причин. И об этом как раз сказал Всевышний Аллах в своей книге. Когда Ибрагим обращался к своему народу и сказал, и как же я буду бояться того, что вы предаете сотоварищей Аллаху. А в то время, как вы не боитесь Аллаха, так, то, что вы предаете ему сотоварищей. Предаете ему сотоварищей то, относительно чего он не послал вам доказательства. Кто же из нас более достоин или более заслуживает того, чтобы быть в безопасности. Вы или мы так, если вы знаете. Понятно или нет? Говорит, То есть, здесь пророк Ибрагим говорит, как я буду бояться того, что вы предаете сотоварищей кому-то, кроме Аллаха. Он им говорил так, потому что они боялись этих своих божеств. Это один из видов страха. Поэтому ты увидишь, что их сердца связаны с их божествами. Потому что они боятся их этим видом страха. И так же сказал Всевышний Аллах, сообщая о том, что сказал народ Худа пророку Худу. Они сказали, То есть, мы не можем сказать тебе ничего, кроме как то, что некоторые из наших божеств постигли тебя несчастьем. То есть, ты такой стал дурной, так призывать к единобожию, потому что наши божества, что навредили тебе, принесли тебе несчастье или зло. Смотри, говорит, они боятся своих божеств. Они считают, что их божество может принести вред. И поэтому, говорит, обязательным является, по их понятиям, боятся его, так как эти божества способны принести им вред. И сказали ему, что этому пророку Худу, то есть, То есть, мы не можем тебе сказать ничего, кроме как то, что некоторые из наших божеств постигли тебя несчастьем. То есть, принесли тебе какое-то несчастье в твоем теле. То есть, свой разум помутнился, так? Или, свои органы, тело пришли в расстройство. Или тому подобное. Это и есть, говорит, тот вид страха, который, если человек посвятит его кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, он что станет? Ширкан Акбар, так? Это является большим многобожием, который выходит в его человека из ислама. А там, говорит, есть еще другие виды страха. То есть, у нас в бытии есть еще другие виды страха. Хов он джаев, это, говорит, что, например, хов разрешенный, разрешенный страх. Это, говорит, что за страх? Природный страх человека, так? Говорит, он яхав минал асбаб аль-адия. То есть, если человек боится от явных, понятных причин каких-то, так? Который сделал Всевышний Аллах в них что-то такое, отчего обычный человек боится. Например, человек боится огня, то, что огонь его сожжет, так или нет? То есть, никто же не идет в огонь. Почему он не идет в огонь? Потому что он боится, что если он зайдет в огонь, то этот огонь сожжет его. Говорит, яхав минал сабу аль-аду али. Боится хищников, то, что они могут напасть на него. Минал акраб анталь дигагу. Как, например, боится кого у скорпиона, то, что он укусит его. Яхав мин зи султан гашум аль-аду али. Боится несправедливого, чего? Правителя так, то, что он может чем-то навредить ему. Он ахазалик и тому подобное. Адану хов фун табиаги. Этот вид страха называется как? Страх? Природный, естественный страх. Минал ашья. От некоторых вещей. Ла юнаккас аль-иман. Или ла юнкас аль-иман. Этот вид страха не уменьшает веру человека. Понял, да? То есть не касается веры человека. Ля нумим ма джебля Аллаху жалла аль-халка алейхи. Потому что это из тех вещей, которые Аллах вложил в человека как врожденные чувства. То есть за это человек не будет нести ответственность в судный день и никак не влиять на веру. Так как эти все вещи вложены в человека от Аллаха, как его врожденные чувства. Есть еще другой вид страха. Хаупун мухаррам. А это страх какой? Мухаррам, то есть запретный. Адал кисм асталис. Ля наль хауп арба ату ахтам. Это третий вид. А всего видов четыре вида. Кисмун минхун ширки. Из него бывает вид, который является многобожьим, который мы сказали так самый первый. Ширкун акбар, то есть большим многобожьим. Из страха также бывает разрешенный страх. Из страха также бывает такой запретный страх. А что такое запретный страх? Это говорит, если человек боится каких-либо творений, то есть людей имеется в виду, боится людей. И из-за своего страха не выполняет некоторые уадьбы, обязанности, которым обязал его Всевышний Аллах. Например, он, допустим, что летит в самолете, например, и вокруг него неверующий. И он боится, что если он будет намаз читать, то над ним начнут смеяться, или над ним начнут издеваться. Или говорит, что это он делает, с ума что ли сошел, и тому подобное. И боится их, из-за этого упускает намаз и выводит его из его времени. Это чем является? Мухаррам, запретным действием, так как приводит к греху. Если же брать мнение тех, которые говорят, что тот, кто упустил намаз в свое время, является неверующим, то это не просто мухаррам, а выводит человека из ислама. Такой без страха. И говорит, Например, боится людей, и из-за этого не читает намаз. Как, например, говорит, я каждый день на работу хожу. Как я буду на работе перед своими, что? Как бы друзьями там намаз читать, которые являются неверующими. И говорит, Как у вас написано? Как у тебя написано? Говорит, человек боится, что если он станет совершать намаз в каком-либо месте, то люди начнут его, что? Юаб, то есть порицать его начнут. И если человек испугается этим страхом, то этот вид страха будет каким? Запретным. Точнее, правильно сказать, что если человек испугается, то это может быть врожденным свойством. За это он не понесет наказание. Но если этот страх дойдет до такой степени, что запретит ему, так, или не позволит ему совершить ваджи, вот тогда он становится чем? Мухаррам, запретным, так? За которым он получает наказание. И вот относительно этого Всевышний Аллах сказал, Те, которым сказали люди, пояснили люди, собрались вокруг вас, бойтесь же их. То есть собрались, чтобы напасть на вас, бойтесь же их. Но это, наоборот, добавило им веры. И эти люди, вместо того, чтобы начать бояться этих врагов, сказали, достаточно мало одного Аллаха, как же прекрасен он, как покровитель. И так же в словах Аллаха, не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими. Потому что обязанностью является, что? Вести против них джигад, то есть сражаться с ними и бороться с ними. А если же ты начнешь бояться их, и начнешь бояться выполнять эту обязанность, Таким страхом, которым не разрешено тебе бояться в шариате. И этот страх является всего лишь пуганием от шайтана. Камакала, как сказал Всевышний Аллах, Инна мазаликум и шайтан. Поясни, это всего лишь шайтан. Илхавуфу аулия. Заставляет вас бояться его друзей. Адам ноу минал хавуф махаррам. И этот вид страха является каким? Запретным. Ла аджуз. Который не является разрешенным. Ля нафи тафуит фариза минфарайди лла. Ля аджин хав. Потому что это такой вид страха, Из-за которого ты упускаешь какую-то обязанность перед Аллахом. Хав амин гайрилля ля кинного лей сахауфу сир. Он боится, смотри, он здесь тоже боится кого-то, кроме Аллаха. Но это не боязнь, которая выводит его из ислама. Поняли или нет? Почему? Потому что есть явные причины, от которых ты можешь бояться. То есть, если ты боишься людей, что они начнут смеяться и так далее, Это же явные причины. То есть, действительно, если ты начнешь считать намаз перед ними, Они могут начать на тобой смеяться. Или могут тебя даже победить, Или могут тебя выгнать и так далее. То есть, это уже не страх просто так, без причин. Понятно? А страх что? Причиной. Поэтому он не вывод человек из ислама. Ва инна ма гула хав фунь вагир. Видишь, это говорит явный, понятный страх. Ва за мухаррам минал мухаррамат. Но, несмотря на это, он является запрещенным, Если приводит тебя к оставлению чего? Вачба. И также, если он приводит тебя к совершению запретного, какого-то. Ави ахсам саласадун машхура. Эти три известных вида страха. Ва бига таджму амасайл ахсамин хав. И под этими тремя видами страха собираются вопросы относительно страха, Которые разбирают ученые относительно, что такое страх. Ва ширку мингу. Ва ма лейса бе ширки мингу. И так ты понял, что из него является многобожиим, а что не является многобожиим. Ва дил ма саламимма як сруфи айт сараб тул лабу льм. И этот вопрос, в котором часто ошибаются, кто требующий знания. Ля анну лейса аиндам бабтун лил хав. Потому что у них нет конкретных разграничительных черт относительно разных видов страха. Аль лави яхсалю биги инсурифа ли гайри ладжи луал ашшир. Которым, если человек навершит этот страх, то выйдет из ислама. Аль лави юсафу биги манкама биги анну мушрик. И если он попадет к нему в сердце в такой страх, то он становится многобожиим. То есть люди, многие даже студенты не могут различить, какой из видов страха, если у него появится, становится многобожиим. Так и человек выходит из ислама. А какой, если он появится, что продолжает оставаться в исламе, более того, это не вредит его иману. Или же вредит его иману и является запретным. Многие не могут провести разограничительные черты между этими тремя видами страха. И что же это за страх, который вывод человек из ислама? Это тот страх, который без явных причин. И его описание, и его разграничительные черты таковы, какими я описал тебе до этого. Будь же, что относительно этого вида страха, как называется, то есть чтобы он был у тебя в памяти всегда, так не забывай его. И чтобы у тебя довод на это был. И фахмика в твоем понимании. Относительно этого великого вопроса. Говорит. И тут же нужно сказать, что страх является поклонением сердца. То есть его место в сердце. И может быть так, что, как называется, следы страха выходят у человека и выявляются на органах тела. Понятно. То есть основа страха где? Сердце человек. Но страх может достигнуть в такой большой степени, что его следы могут выявиться на органах тела. На лице, на руках. То есть руки начинают дрожать. Посидеть человек может так. Или на лице его заметно, что он начал бояться. Или ноги начали дрожать. И тому подобное. То есть выявляются на органах тела. Здесь еще что нужно отметить. То, что страх не требуется сам по тебе. Всевышний Аллах не требует от тебя страх сам по себе. А страх нужен для того, чтобы он вынуждал тебя, этот страх, к совершению ваджибатов и к сторонению от запретного. То есть если ты боишься Всевышнего, это сподвигает тебя на что? То, чтобы ты начал выполнять обязанности перед Аллахом, так и начал остерегаться запретного, и не вступал во что? Запретные вещи. Для этого нужен страх. А сам по себе страх не требуется. Поэтому судный день, точнее не судный день, что а в раю у людей не будет страха. То есть если бы страх обязательно должен был быть у человека в отношении к Аллаху, Всевышний Аллах не забрал бы у него страх в раю, так или нет? Но так как страх не требуется сам по себе, а только нужен как причина для того, чтобы человек начал выполнять обязанности и оберегаться запретного, Всевышний Аллах удалит этот страх в раю. И Всевышний Аллах сказал, и не будет у них в раю страха, и не будут они опечалены. Что значит страх, и что значит печаль? Какая разница между страхом и печалью? Кто скажет? Всевышний говорит, не будет у них страха, и не будут они опечалены. Какая разница между страхом и печалью? Зачем Аллах Санта две вещи сказал? Это разочарование. Разочарование, так? А страх это боязнь. То есть смотри, страх имеет в виду, не будет у них страха и не будет у них печали. Не будет у них страха перед будущим, не будет у них печали за то, что прошло. Понятно ли мне? То есть человек, если что-то упустил, у него появляется печаль. Если он печалится о том, что он упустил прошлое. А страх не бывает относительно прошлого, а бывает относительно будущего. Так что он боится, что что-то постигнет его. Понятно ли мне? И Всевышний Аллах сказал, что не будет ни страха, ни печали в раю, потому что сами по себе они не требуются. Это слова кого? Ибн Алхаима, так? Это слова Ибн Алхаима. То есть то, что страх сам по себе не требует, а нужен как просто для того, чтобы человек начал делать благие дела, если сторонился запретным. Почитаем еще? Давай еще 10 минут почитаем. Говорит, халаба ад-жалик, и после этого, что я сказал, далилю ар-раджа, каулю та'аля, а довод на то, что ар-раджа. Что такое ар-раджа? Надежда. Иногда что? Заклинивать, не могу вспомнить русские слова. Говорит, далилю ар-раджа, а довод на то, что надежда является видом поклонения, каулю та'аля, то, что Всевышний сказал, поэтому тот, который надеется на встречу со своим Господом, то пусть он делает благие дела. И при этом пусть не предается товарищу к Аллаху никого. Понятно ли нет? Ар-раджа айдан айвадатун кальбия. Надежда, говорит, тоже является чем? С поклонением сердечным, то есть, которое находится в сердце. Ха-ки-ка-тога ас-тама бин-хусуль а-ля-шей-ин-марджу. Сущность чего? Надежда в чем заключается? То, что у человека есть ас-тама. Ас-тама это что? Желание бин-хусуль достигнуть а-ля-шей-ин-марджу. Что-то, что он хочет. Понятно ли нет? Что такое надежда? Надежда, это когда человек надеется, что постигнет что-то, что он хочет. Или желает постигнуть что-то, что он хочет. Это раджа, это надежда. То есть, он стремится получить что-либо. И хочет получить эту вещь. Если человек надеется получить какую-то вещь от другого человека, который владеет этой вещью, и надеется на него, что он ему эту вещь дав, это, говорит, что надежда естественная. Это надежда природная, то есть не выходит из этого человек, из ислама не является многобожником. Потому что это человек, на который он надеется, способен дать ему эту вещь. Так? И говорит, например, говорит, Например, я, говорит, надеюсь, что какой человек придет ко мне. Почему я на него надеюсь в этом? Или надеюсь в этом относительно него, так? Потому что он способен к тебе прийти. Я надеюсь, что ты сделаешь какое-то деяние. Почему я на тебя надеюсь? Потому что ты способен это деяние сделать. Этот вид надежды не является видом надежды поклонения. Понятно ли? Это надежда какая естественная, природная. А второй вид надежды, это уже такая надежда, которая относится к поклонению. А это когда человек хочет получить какую-то вещь. Который не владеет никто, кроме Всевышнего Аллаха. А нет, какие примеры? Например, он надеется, что кто-либо вылечит его от его болезни. То есть он хочет вылечиться. То есть он надеется, что он попадет в рай. Надеется, что спасется от огня. Также он надеется на то, что не постигнет его беда или горе и тому подобное. Эти виды надежды. Невозможно говорить или что? Не то, что невозможно. А нельзя так не разрешаться, чтобы человек желал их или надеялся на их получение. Или мечтал о них, что получит их от кого-либо, кроме как от Аллаха. Понятно ли? То есть ты не можешь надеяться, допустим, на умершего в могиле, что он заведет тебя в рай, например. Так? Или спасет тебя от огня. Или вылечит тебя от болезни. То есть многие они считают, что если он потерется в какую-то могилу, то это и излечит его болезнь. Почему они так считают? Потому что они думают, что Всевышний Аллах посылает на этого мертвого какие-то лучи. Лучи барака. Лучи благословения. Так как он его любит, и это был его праведник, один из друзей Аллаха был, так праведным человеком был. И когда он умер, Всевышний посылает ему определенные лучи барака на его могилу, на его тело. А с его тела эта барака уже переходит на землю могилы, на ее решетки там и на все, что окружает эту могилу. Поэтому они приходят к могиле и терутся об нее, так, например, больным каким-то органом тела, например. Или терутся чем? Каким-то материалом, например. Потом приносят этот материал домой, разрезают его на куски, раздают его детям или раздают другим домочадцам, которые по уважительной причине не смогли что посетить этого праведника. Понятно или нет? Потом многие не моют руки по неделе, так, несмотря на то, что воду надо брать. Может, Аймун берет Аллах, знает, так. Для того, чтобы его руки, барака не ушла с его рук, которые он взял с его могилы, с могилы этого человека. То есть он надеется от этой деревяшки, так, или от этого железа или металла, то, что если он на них потерется, то постигнет его что? Излечение от болезни. Понятно? Излечение от болезни. Это чем является? Это является надеждой запретной. То есть надеждой, которая является поклонением. Так и нельзя посвящать его никому, кроме одного Всевышнего Аллаха. То есть многобожьим является. И говорит, Исходя из этого, получается, что надежда, из нее есть такие виды, которые являются видами поклонения, а из них есть такие виды надежды, которые не являются поклонением. А здесь шеих говорит о чем? О таком виде надежды, который является поклонением. Поэтому тот, который надеется на встречу со своим Господом, пусть делает благие дела. И при этом не предается товарищам своему Господу никому. Этот вид надежды похвалил Всевышний Аллах того, который имеет такую надежду в сердце. Так или нет? Поэтому я тебя похвалил же. Говори, кто хочет, чтобы он, кто желает встречи со своим Господом, пусть делает так-то, так-то. То есть, соответственно, желание встретить своего Господа, так является делом похвальным. Он сказал, кто желает встречи со своим Господом, пусть делает благие дела. То есть, этот аят указывает на то, что кто имеет в сердце такой вид надежды, этот человек похваляем так-то, то есть, его заслуживает того, чтобы его похвалили. Всевышний Аллах хвалит его сам. Отсюда что получается? Что значит, такая надежда является вещью, которой Аллах доволен. А раз Всевышний Аллах этим доволен, эту вещь можно назвать чем? Поклонением. Ведь поклонение это то, те дела и те слова, которые любит Аллах и которым он доволен. А это дело сердце. И раз Аллах доволен, соответственно, это является поклонением. А раз поклонением является тогда что? Нельзя посвящать никому, кроме Аллаха. Понятно? То есть, логика, предприведение довода. И это говорит, что пришел в этом аяте конкретный довод. Который указывает то, что надежда входит под все вещи, которыми доволен Всевышний Аллах. Потому что Всевышний Аллах похвалил этого человека. А слово Аллаха здесь. Тот, который надеется на встречу с Твоим Господом. Что значит встреча? Дали ему что? Два тарсира этому аяту. Встретит, имеется в виду просто встретит. То есть, подойдет к Всевышнему Аллаху. А некоторые сказали, имеется в виду увидит. Если кто-то хочет увидеть своими глазами Всевышнего Аллаха, так, своего Господа. А другие сказали, имеется в виду, если кто-то хочет встретиться с Ним, то есть, подойти к Нему. Вафусирабирруя. Руятуллах, жалю аля. То есть, видение Всевышнего Аллаха. Поэтому тот, кто хочет встретиться с Всевышним, со своим Господом, то есть, надеется, что он увидит Всевышнего, так, и вернется к Нему. Или кто надеется, что он увидит собственными глазами Всевышнего Аллаха. Потому что встреча, входит в нее, так, можно сказать, что что такое встреча? Встреча это просто, когда два человека приблизились друг к другу, так? Это встреча, даже если они не видят друг друга. А можно сказать, что встреча это, когда один видит другого, так? И оба этих тавсира являются известными от праведных предков. То есть, два этих тавсира являются правильными, так и друг другу, непротиворечные, пришли от наших праведных предков. Субханакаллаху, амбихамдико, ашаду Аллахи, 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 Аллахи. Айрадан, асад. Асад, абрахатур.